Через день во дворе мы уже не ходили. Мы плавали. Александр ежедневно приезжает с женой к своему изуродованному большой водой двору. Первые дни после теракта на Каховской ГЭС его родное село Афанасьевка превратилось в остров. У порога вчера я выплывал. Вот уровень воды был по самые окна. Немного, дай бог, сошла уже. Теперь, когда вода полностью сошла, Александр берется за уборку. Двор до сих пор усеян дохлой рыбой. А рыбы много было во дворе? Да, мертвой. Не крупная, а такая. Но вся была дохлая. Из-за подтопления в доме не уцелела ни мебель, ни техника. Еще и водой нанесло много грязи. Стены и потолок не выдержали. Жить в доме теперь невозможно. Вот это все внесло с улицы. Это все было сложно у забора. Начнем вывозить мебель, пробовать очищать. Все, ну что живое осталось. А тут надо трактор. Так, все сворачивать уже. Вместе с женой и тремя детьми Александр переехал к родственникам. Его дом уже осмотрела комиссия, однако семья ждет актов экспертизы, чтобы получить компенсацию за разрушенное жилье. Потому что, говорят, здесь даже уцелевшие стены долго не выстоят. Дом дальше рушится. Как говорится, он высохнет и рухнет. Камень пойдет дальше и рухнет полностью. Потом Александр показывает нам свой покрытый илом огород. Говорит, вряд ли что-нибудь сможет высадить в эту землю. А тут грядка была помидорчиков. Вот все, что осталось. Земля, слышите, какой даже запах. Бактерий здесь будет очень много. Афанасьевка – один из 13 населенных пунктов Николаевской области, который больше всего пострадал от теракта на Каховской ГЭС. В общей сложности в этом районе затопило 375 домов. В самой Снегиревке пока нет центрального водоснабжения. Не работают еще все скважины. Пять из шести еще не работают. Для того, чтобы запустить скважины, нам нужно время. Для того, чтобы грунтовые воды отошли. А пока горожанам организовали доставку воды. На улицах установлены большие баки, где люди могут ее набрать. Также заработал и мобильный прачечный комплекс. Мы записываем фамилию, номер телефона, номер машинки. Человек закладывает стирку. Мы засыпаем порошок, включаем, и оно стирается. Стирка здесь абсолютно бесплатная. Горожане такой волонтерской помощи рады, чтобы поскорее восстановить центральное водоснабжение. В городе уже начали бурить новые скважины. Власти обещают приложить максимум усилий, чтобы вода в кранах появилась уже в конце недели.